Паутинные квещи повреждают более 200 видов растений. Питаются они клеточным соком эпидермальных клеток и хлорофильных зерен. Оптимальная температура для развития размножения – это 30 градусов, то есть они любят достаточно сухую и теплую погоду. Наиболее благоприятна для развития влажность лежит в пределах от 45-50% влажности воздуха. На листьях образуются серебристые или желтоватые точки от их укосов, которые позже сливаются, такие листья желтеют и засыхают. Со временем появляется паутина. Когда паутина появилась, уже питание клещей почти приостановлено, им достаточно всего, и они скапливаются именно под этой паутиной. Меры борьбы – это удаление сорной растительности, удаление растительных остатков, снятие верхнего слоя грунта, потому что они зимуют все-таки в большей части в грунте. Либо глубокая культивация именно в поздние сроки. Необходимо удалять растительные остатки и поддерживать чистоту предтепличной территории, потому что прекрасно он приползает и из других мест. Для борьбы с паутинным клещом применяются специализированные другие виды хищного клеща наподобие фитоселлюса, который можно купить в специализированном магазине. Применение биологического препарата, такого как фитоверм, необходимо повторять каждые 7-10 дней. Применение химических препаратов – антиклещ, фуфанононэксперт, ультракор, вертимек, биокил, крафт.